Пастыря тоже не делают все идеально. Но прежде чем они стали пастырями в общине, я знаю, что они послужили видению других пастырей и лидеров. Я помню, впервые, как с ними встретились, мы были на пастырском ретрите. Где-то 13-14 лет назад. И зашла молодая пара, их представил Уэйн Уилкс, который директор в МДЖБИ. Они выглядели очень молодо. И были молодыми. И они говорили с акцентом. И я просто подумал, о, вау, я просто из этой маленькой городки, из этой маленькой церкви. И я подумал, о, я из такого маленького городка, наверное, Валентина и Татьяна очень известные люди, служители. Но вскоре мы познакомились с ними ближе, я узнал их сердце. И все, что у них было в сердце, это, о, Боже, Боже, мы надеемся, что это Ты от Тебя. Потому что они только стали ходить в общину в Далласе. И служили под началом пастыря там. И тогда МДЖБИ только началось, ничего еще не было. И пастор Олен Гриффин, он сказал им, что мы думаем, что вы станете хорошими лидерами. В общем, возвращайтесь на Украину и открывайте школу МДЖБИ. Вот вам сто долларов. Может было больше, может даже меньше. Я знаю, что нашли место под названием Маяки. И я слышал истории, как они там жили, две семьи, в одном маленьком домишке, где не было вообще даже зимой отопления. Не было никакой школы тогда, никакого бюджета, никаких студентов. Просто молились и спрашивали, Боже, что будем делать? И для нас это большое удовольствие, радость приезжать сюда каждый год. И видеть, что Господь делал, используя их. От того места, где не было даже школы, ничего не было. Теперь видишь школу в Одессе. И другие школы, которые основаны людьми, которые учились в Одессе. И всевозможные DVD-переводы, онлайн-переводы, которые сейчас по всему миру распространяются. И я ощущаю, что это для них как служение всей жизни. И Господь сделал очень многое для них. Благодаря их смирению для служения другим людям. Давайте обратимся к Писанию, посмотрим на примеры из Писания. И я согласна с Кирком, что Валентин и Татьяна это живой пример. И первый пример, на который я хочу обратить внимание, это Иисус Навин. Он положительный пример. Он был все годы близок к Моисею, как никто другой. Он видел разочарование Моисея. Он видел, как Господь отошел от Моисея. Но он оставался верен. Он был рядом с Моисеем, когда Моисей ударил по скале дважды. Мы не знаем, что подумал Иисус Навин. Но мы знаем, что ко времени, когда Моше умер, Мы знаем, что Ихошуа понадобилось ободрение от Бога, что теперь твоя очередь. Моисей умер, вставай и веди народ. Я буду с тобой, как был с Моисеем. И таким образом мы видим, что Ихошуа, он научился от Моше. Что ключом является отношение с Богом и Его близость. Есть и негативный пример. Второе царство. С 13 по 15 главы. Я вам перескажу эту историю. И я ободряю вас, чтобы вы вернулись к этой истории и прочли ее сами. Дэвид был царем. Человек по сердцу Бога. У него было несколько жен. И его сын Амнон изнасиловал свою сестру. По отцу Фомарь. Ну, он получил несколько советов, и он ends up raping her. Я сказал это, извините. Ты сказал, что ты, а он вперед меня, хорошо. Ее единокровным братом был Абсалом. Ее единокровным братом был Абсалом. И Абсалом как бы решил эту проблему, в отличие от Давида. Писание говорит, что Давид знал о произошедшем. Но не разобрался с этим. Не знаем, почему Писание не говорит. Кое-что и сказанное, это мой вывод. Но я верю, что Абсалом, он обиделся на своего отца. Ему не понравилось, как Давид решил ситуацию. С моей точки зрения, Абсалом был прав. Давиду нужно было что-то совершить. Но то, как события развивались, в случае с Абсаломом, то, конечно, все это было неправильно дальше. И в итоге он сам погиб. После того, как взбунтовался против отца. Это одна из тех ситуаций, когда мы можем просто сломать голову, думая, кто прав, кто не прав. Я в таких ситуациях говорю, Боже, Ты Бог, я нет. Я хочу, чтобы Твоя жизнь действовала в моей жизни. И если Ты хочешь что-то сделать, то Ты скажи мне. Один из моментов, о котором мы вчера поговорили, и, наверное, мы к нему будем возвращаться. Это идея о взаимодействии поколений. И я вам говорю, что то поколение, которое идет за Вами, они не хотят ждать, пока Вы умрете, или выйдете на пенсию, чтобы им вовлечься в служение. Кто-то из Вас сейчас очень молод. И не пройдет много времени, когда появятся более молодые, чем Вы. Поэтому запомните, что я говорю. Давайте место по следующим поколениям. И дайте им свободу совершать ошибки. Это не будет концом света. Если они что-то попробуют и не выйдет. Больше всего имеет значение их сердце. Вы даете им свое сердце, но имеете ли Вы их сердце? И не надо им говорить, ну, не знаю, может, не получится. Вы можете подумать, ну, не уверен, получится или нет. Но иногда для них, у них это получится, то, что у Вас не получилось. Но иногда и у них не получится. И они научатся. А земля крутится дальше. А Господь все еще на Своем престоле. Поэтому не бойтесь давать им возможность совершать ошибки. Одна из вещей, которую Керк отметил и которая, я считаю, важной. В Писании говорится о помазании или рукоположении старейшин. Но это не то же самое, что мы даем возможность кому-либо попробовать свои силы. Дайте людям попрактиковаться, попробовать себя. Как бы дайте им это задание. Но это не означает, что Вы их помазываете в лидеры. Старейшины. И в процессе совершения ошибок и совершения ответственности. Если у Вас будет хорошее отношение друг с другом. Вы сможете исправлять их, чтобы это не было каким-то невероятным событием. Идея в том, чтобы учиться. А не заставлять их чувствовать, будто они на суде. Многие люди, с которыми Вы будете работать, будут иметь хорошее сердце. Вы бы не помогали людям, не пытались помогать людям, если бы Вы не любили Иисуса. То есть, дело не в том, что у Вас куча неправильных людей, которые постоянно ошибаются. Не бойтесь позволять людям совершать ошибки. Помогите им не бояться совершать ошибки. И одни из самых сложных вещей, с которыми мы разбираемся. В нашем случае это ситуации с подростками или уже взрослыми подростками. Которые пришли в нашу общину, и в жизни которых было много критики и религиозного бремени. И поэтому нам, возможно, потребуются годы, чтобы завоевать их доверие. Очень часто у нас менталитет, что я пойду сделаю что-то для Бога, и Он будет мной гордиться. Но это не Божье видение, не Божье понимание. Он хочет, чтобы мы взаимодействовали друг с другом. Даже если вернуться в Эдемский сад. Давайте властвовать над этой землей вместе. И когда эти подростки приходят к нам, и у них нет опыта, хороших, позитивных отношений с пастором, отцом, лидером, нам нужно время, чтобы они нам доверяли. Что они могут делать ошибки, и мы из-за этого их не будем наказывать. Ну, или снимать с должности моментально. Ты сделал ошибку, и больше мамой не можешь быть. Нет такого родителя, который не совершал бы ошибку. И нас не увольняют. Бог просто нас учит. Еще одна мысль, которую мы хотели бы поделиться, это не сравнивайте свое служение с служением другого человека. Не сравнивайте служение внутри общины. И не сравнивайте видение вашей общины с видением другой общины. По стандартам Соединенных Штатов, мы очень маленькая церковь. И мы с самого начала научились тому, чтобы не судить и не сравнивать себя в разрезе мега-церквей. Мы должны научиться слушать и понимать, кем Бог нас призвал. Ни я, ни Кирк, мы не являемся пастырями, как кто-либо другой. Наши сильные стороны, это не сильные стороны наших друзей. И были моменты, когда мы говорили, Боже, почему ты не призвал его в наш город, чтобы служить? Вот он-то знает, как церковь начинать. И Господь наконец-то вложил вам это в головы. Он сказал, что некоторые из этих ребят просто не смогли бы и недели продержаться в минеральных водах. Потому что мы являемся частью этого города. Мы такие же... С нами так же трудно, как и с людьми из этого города. Люди в нашем городе очень подозрительно относятся к тем моментам, которые похожи на шоу. Они хотят реальных вещей. И так как многие в городе знают Кирка с момента его рождения, они знают, что он настоящий. Но не все, конечно, ходят к нам в церковь. Потому что они думают, что мы немного странны. Они, наверное, думают, что мы будем кататься на люстрах на служении или еще что-то. Но мы знаем, что это Бог. Но за эти годы эти люди стали уважать нас. Вы готовы? В Ефесянам 4 глава. В Ефесянам 4 глава. В 11, 12 и 16. Я не буду читать Кирилл, я уверен, что вы знакомы, но вы можете читать потом. Можете почитать потом. Думаю, что вы знакомы с этим местом писания. Но там сказано, что он сам, то есть речь о Ишуа, он помазал определенных лидеров для церкви. Апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. И 12 стих говорит, для совершения святых и для служения. Я могу быть пастырем. Могу даже предположить, что в каком-то степени я выступаю как в роли апостола для города. Но я не перестаю быть святым. И я не перестаю быть в служении и созидать служение. В Америке очень часто, не знаю, как в других частях мира, многие люди приходят в церковь и пытаются определить, кто главный в церкви. И хотят быть близки к нему. И потом им нужен титул. Потому что в Америке, если у вас перед именем стоит какой-то титул, значит, вы уже что-то значите. Я не против, когда меня называют пастыр Керк. Потому что это описание функции, которую я совершаю. Но сам титул, он с собой ничего не несет. И последние десятилетия служения апостола, она действительно возвращается в церковь. Возможно, вы знакомы с тем, что Бог, особенно в 60-е годы, Он стал восстанавливать учения в церкви. И, например, до 90-х годов не слышали так часто, чтобы появлялись какие-то пророки, которые приезжали, пророчествовали бы. И из 2000-х годов больше восстанавливается апостольский дар. Я думаю, что мы вошли в такой период, когда все хотят быть апостолами. Мы уже прошли, уже дальше пошли. В Америке даже какое-то время писали апостол на визитках. И, например, появлялись люди в церкви. И говорили, так, я апостол такой-то, вот моя визитка. А я говорил, да, но я вас что-то не знаю. Поэтому, мне кажется, что у вас нет никакой власти здесь. Можете назвать себя апостолом. И ваша власть может быть только в том случае, если, во-первых, вас на служение поставил Бог. Но также мы должны с вами построить отношения. Мы должны с вами познакомиться, узнать друг друга. И поэтому я предлагал таким людям, вы приходите в церковь, посидите шесть недель, хотя бы у нас. Возвращайтесь ко мне и поговорим. И что-то никто не возвращался. И моя мысль в том, что есть ограниченное число людей, которых Господь помазывает на такие должности. Может быть, Господь кого-то из вас призывает к этому служению. Даже если вы призваны к этому, вы не прекращаете совершать служение. Вы же не говорите, что, ну вот, когда уже стану апостолом здесь, тогда я не буду совершать работу, а всем буду раздавать указания. Это не цель данного служения. Написано, что пророк, например, должен служить для всего тела, чтобы высвобождать Слово Божье. И каждый из пророков, он должен быть призван Богом и провозглашать в жизни других назидание, вещевание, обличение. И учитель должен учить других, как понимать и применять Слово Божье. Евангелист должен обучать людей, как делиться Словом Божьим. Пастор должен обучать или наставлять тех, как заботиться друг о друге. Пастор не должен совершать всю работу за всех. Он оснащает нас, чтобы мы совершали эту работу. Апостол, я верю, это тот, кто, как бы, порядок всему этому он придает. То есть, я верю, как и написано в 11 стихе, что это дары, которые оснащают нас. Они не соревнуются друг с другом. Ну, ты там маленький учитель, а я аж апостол. Ни один без другого не может действовать. Это не иерархическая лестница. И все они оснащают нас, как святых, поэтому мы не в соперничестве друг с другом. Вы можете проществовать всем. Слава Богу! Вы можете быть тем, кто основывает другие общины, или тем, кто утверждает людей в Слове Божьем. Потому что у вас мудрость, и у вас есть мудрость для того, чтобы строить на твердом основании. Но мы не соперничаем друг с другом. И нет иерархии. И вторая часть 16 стиха говорит, Написано, что когда каждая часть исполняет свою функцию, это является ростом всего тела. И созидает всех в любви Божьей. Вот к чему мы стремимся. Если наша церковь в Минеральных Водах – это всего лишь ноготь, я буду самым лучшим ногтем, каким только могу быть. Кто-то может другой палец. Лидерство, оно не заключается в том, чтобы мы достигли каких-то высот иерархических. Господь вкладывает прекрасную силу и власть в каждого из нас. И наша власть не для того, чтобы мы соперничали друг с другом. Но чтобы мы были тем, кем Бог нас призвал. Чтобы мы совершали свою часть. И тогда Господу будет вся слава. Хочу поделиться об одной женщине в нашей общине. Ее имя Шерри – подруга. Она выросла в Миссисипи. И она испытала на себе всякое насилие, издевательство, какое только может испытать женщина. Очень легко было не заметить ее, если бы вы пришли к нам в общину. Она любит вышивать или вязать. И она любит делать подарки другим. И она любит носить большие шляпки с цветочками. Она самая прекрасная женщина. Она не самая образованная. Но я знаю, что она верна в том месте, куда ее Бог призвал. И я верю, что ее знают на небесах. И когда она делает свои подарки, чтобы отправить их детям в Африку, она вкладывает любовь Ишуа в каждый подарок. И иногда мы, как лидеры, зависят от того, как мы принимаем, как мы уважаем таких шерри в нашем мире. Я верю, что все, что есть во мне, если я не вознагражу эту женщину, то Господь отреагирует на это. Он, по крайней мере, поговорит со мной. Мы это знаем из собственных слов Ишуа. Как вы поступили с малейшим в Царстве Небесном. Помните это, когда вы будете лидерами, когда вы будете вести. Что те, кто не выглядят в вашем понимании лидерами, может быть лучше, чем вы. Исход 17, еще один пример. Очень часто на собраниях мы смотрим на людей, которые на сцене, может, это музыканты, пастыря, служители. Может быть, спикеры, которые в гостях. И мы на них смотрим, и они вдохновляют, мы хотим стать такими же, как они. Это хорошо. Но важен не только, кто стоит в субботу возле микрофона. То есть, важен также тот, кто и в понедельник утром пророчествует. Не только тот, кто пророчествует в субботу на служении. Вам не обязательно подходить на улице к какому-нибудь незнакомцу и говорить, так говорит Господь, то-то и то-то. Может быть, вам просто стоит подойти к кому-то за рабочим местом, с кем вы не ладите. Или подойти к рабочему месту этого человека, возложить руку на рабочее место и сказать, Боже, я знаю, что Твое сердце для этого человека открыто. И Ты хочешь, чтобы они встретились с Тобой, чтобы этот человек с Тобой был. Поэтому, Господь, устрой все. Может быть, сегодня этот день. И я провозглашаю, что сегодня будет день этого человека. Вы можете быть тем, кто действительно устроит эту встречу с Богом для этого человека. Так же в случае с другими дарами. Дар не принадлежит мне. Я есть сам дар Божий. Дух Святой живет во мне. Для людей, которые не знают Бога в этом мире. То есть, настолько важными вы можете быть. Однажды, когда я делилась с другом из церкви, в маленькой группе для женщин, я говорил о том, что, несмотря на то, что я знаю, у меня есть дар учителя, для меня это не кажется всегда важным. И одна из моих старых подруг, она очень сильно ободрила меня. Она сказала, Кэрин, самое важное учение или учительство, которое ты преподала мне в жизни, это не тогда, когда ты стояла у микрофона. Это когда мы проходили вместе по жизни, и ты меня учила определенным вещам. Как Кэрк сказал, вы можете пророчествовать людям на ваших рабочих местах. Вы можете учить людей, даже не зная об этом. У меня есть друг, мы знаем друга, который имеет дар у евангелиста. И я с ней не хочу идти на шопинг. Потому что ее служение будет затрагивать каждого кассира, которого она будет встречать. Потому что это дар, который она имеет. И когда мы совершаем свою часть, все тело растет. И когда она рассказывает истории, эта женщина, она короткие истории никогда не рассказывает. Она рассказывает все подробно, от бытия до откровения. И ни одной детали не упускает. И иногда ей приходится говорить, слушай, перейди уже к позитивному. И она говорит, а, так вообще все хорошо. И, например, мне все равно, какого цвета там были глаза у кого-то библейского персонажа. Можешь перейти уже к сути. Мы еще хотим коснуться взаимодействия поколений. Потому что каждое поколение исполняет свои функции, свое предназначение. Мы вчера об этом немного говорили. Но я считаю, что хорошая история из Библии, это 17 глава исход. История о том, как амалекитяне нападали на Израиль. И Господь сказал Моисею, иди и сражайся с ними. И сказано, что Моисея поставил Иисуса Навина. Он сказал, собери мужей и иди и сражайся с амалеком. А Моисея сказал, что я буду стоять на горе. И буду держать посох. И на следующий день, Ихошуа и народ вышли на войну. И они начали побеждать. И вдруг внезапно битва пошла в другом ключе совершенно. И я уверен, что Ихошуа, он начал задаваться вопросом, что происходит. Посмотрел на гору. И начал складывать все вместе. И смотрит, что Мошея не может уже держать руки. А вдруг опять, и внезапно опять Ихошуа побеждают. И он повернулся и смотрит, что Мошея опять смог поднять руки. И в итоге Мошея настолько устал, что уже не мог держать руки. Поэтому пришли Ор и Арон, которые подставили камни под его руки. И буквально они удержали его, и Израиль победил. То есть нужно было взаимодействие всех четырех лидеров, чтобы одержать победу в этот день. Очень легко, если вы поставите себя в это положение. Например, вы ведете духовную брань и видите, что вот я делал все, что необходимо, но не побеждаю. Наверное, все из-за лидеров. Они не совершают свою работу хорошо. Но это не из-за того, что лидер не хотел, чтобы Ихошуа не побеждал. У каждого из нас наступают моменты, когда мы устаем, и нам нужна поддержка. И нам нужно исполнять каждому свою часть. Чтобы все в итоге одержали победу. Если бы я был на месте Ихошуа, я бы оценил ситуацию, может быть, сказал бы, ну, лучше я пойду на гору, чем буду здесь в грязи драться. Но я думаю, что у него бы ничего не получилось, если бы он не понимал свою часть. Я думаю, это хороший пример, когда мы видим взаимодействие поколений. Но они не делают одну и ту же работу. Моше держал посох, который означал власть. Ихошуа держал меч. А Ора и Арон, они просто стояли по сторонам и держали руки. И говорили, например, у тебя хорошо получается, молодец, продолжай. Давай я тебе помогу. Это хороший пример, который вам стоит изучить. Чтобы понять, как поколения могут взаимодействовать в гармонии. И при этом не совершать одну и ту же работу. Это все в целом. Продолжение следует...